Друзья, всем привет! Продолжая тему бокового кивка, сегодня будем мы оснащать нашу удочку. Будем готовить полноценную снасть для ловли карася. Вот уже близится время для ловли карася на боковой кивок. В прошлом видео я показал, как я делаю боковой кивок. Вот он. И мы, собственно, на нем будем сегодня собирать нашу удочку. Значит, по материалу, катушку я использую вот такую вот в прозрачном пластике. Вот они у меня есть. Такие вот они идут с курочком под палец. Они очень удобные, очень прочные и надежные. То есть, я использую вот такую вот катушечку. Значит, нитка намотана 0,08. Тоже такого яркого салатового цвета. Вот такая ниточка у меня. 0,08. Дальше нам понадобится обычная ниточка, черная. Ну, любого цвета, без разницы. Будем приматывать наш боковой кивочек к нашей удочке. Ну, и собственно, удочка. Это от бренда Seelade. В размере 4 метра у меня. Итак, как же мы оснастим... А, еще один момент по удочке. Значит, когда выбираете удочку, болонскую, да, вот с кольцами берете, под боковой кивок, обязательно откройте в магазине и возьмитесь за самый конец удочки и вытяните вперед. Если удочка от своего веса не прогинается, такая более-менее жесткая, в принципе, она подойдет. Если удочка от своего веса немножко начинает прогинаться, как бы она для бокового кивка как бы не годится. Будут какие-то колебания в руке у вас, кивочек будет прыгать, вам будет некомфортно рыбачить. Лучший тест от 30, а лучше от 40 и до 100 грамм. Это то, что касается удочек. В принципе, ну и вес, конечно, смотрите. Чем дороже, тем меньше вес, тем вам комфортнее будет рыбачить. Все, по удочке ясно. Теперь, как же монтируется кивочек? Вот у нас есть тюльпанчик, вот передний наш тюльпанчик. Есть два варианта. Либо отдельно смотать, да, вот как многие делают там наверх, вот так вот. Я делаю проще. Я завожу вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Эту проволочку очень легко подогнуть и подгибаем, выгибаем под, по структуре нашего тюльпанчика. Вот здесь мы будем приматывать. То есть, получается смысл. Проходит наша ниточка и проходит дальше, идет в колечки. То есть, никаких перегибов, зацепов там вообще не может быть. То есть, вот таким вот образом мы приматываем нашей ниточкой обматываем вокруг нашего тюльпанчика. И, в принципе, монтируем. Покажу мормышечку. Мормышечки я уже показывал. Вот они, те, которые я делаю сам. Видео на канале есть по монтажу, по изготовлению таких мормышек. вес любой подбирайте уже под свой кивочек, под место ловли, то есть, там, течение, без течения. То есть, это уже, как бы, каждый, друзья, под себя. Сейчас покажу, как смонтировать, как оно будет. И, вот, в принципе, все. Снасть готова. Можно собираться смело на карася. Итак, приступаем. Так, друзья, еще один важный момент забыл сказать. То есть, смотрите, мы, когда выставим все колечки в один ряд, то есть, колечки у нас будут идти, как бы, снизу. Да, мы удочку держим, колечки у нас идут снизу. Вы кивочек выставляете таким образом, чтобы, когда колечко смотрит на воду вниз, наш кивочек находился примерно под углом, где-то 30-35 градусов. Вот, вот, в таком положении. То есть, понятно, да? Вот, я не знаю, как показать на камеру. Так, друзья, продолжаем. Значит, когда мы более-менее подготовили, выставили правильный угол. Вот так вот фиксируем и делаем первые намоточки. Так сказать, фиксируем, а потом уже будем конкретно обматывать. Таким образом. процедура не быстрая, как бы нам нужно все красиво. Вот так вот все замотать. друзья, когда намотали ниточку, теперь я подумал, можно сделать, зафиксировать все лаком. Лак потом, если что, легко можно срезать канцелярским ножом. И вот так вот фиксируем нашу ниточку. все проходим вот так вот лаком. Будет немножко надежнее. Так, друзья, после того, как у нас все подсохло, пропускаем наш шнур через колечко, через наш кивочек. Вот. И сейчас мы привязываем мормышечку. В принципе, снасть готова. Вот. вот и все. Сейчас я покажу, под каким напряжением получается мормышечка, как кивочек будет отрабатывать. и в принципе, вот и все, снасть готова. Так, сейчас посмотрим. Так, друзья, хочу вам примерно продемонстрировать, как принцип работы нашего сторожочка. Вот, допустим, вы опустили, видно, да, вот под нашей мормышечкой. Вот он как изгибается. Значит, смотрите, принцип какой работы. Вот вы опустили на дно, можете там постучать по дну. Вот, опустили и немножко даете слабиночку. То есть, но все равно сторожок у нас в небольшом напряжении. Вот как только карасик подходит, у нас сразу происходит поклевочка. Нас сторожочек прекрасно все отрабатывает. Можете сделать сильнее на тяг, и у вас получается все равно, когда карасик только подходит, все, кивочек, вот он, вот он работает. Вот такая, друзья, получилась оснастка. Это моя удочка, мой способ, мой кивок, который я делал в предыдущем ролике. Вот и все, в принципе, удочка готова. Кому было интересно, как обычно, палец вверх. Друзья, подписывайтесь. Пока, увидимся на рыбалке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok